Это очень простая с идейной точки зрения меч, а вот применять надо бы учиться. С идейной точки зрения все совершенно просто. У нас есть, давайте я такую сардельку нарисую, эта сарделька будет символизировать множество элементарных исходов пространства омега-большого. Что вот так условно, там находятся элементы омега-1, омега-2 и так далее, омега-n. И давайте считать, что эта сарделька разбит на кусочки. Какие-нибудь b1, b2, bk на попарно-непересекающееся множество. Множество всех элементарных исходов разбито на попарно-непересекающееся подмножество. А нас интересует, какое это событие а. Вот давайте я а нарисую в виде такого пятна на сардельке. Нас интересует, какое это событие а с точки зрения вычисления его вероятности. Как найти вероятность этого события а? Ну, наглядно, по-моему, кажется очевидным совершенно. Давайте пересечем а с множеством b1, посчитаем вероятность этого пересечения. Потом пересечем а с множеством b2, посчитаем вероятность этого пересечения. Сложим, и в итоге получим то, что нам нужно. Вот это как? Это осознаем? Ну, а пересеченное с b1 на картинке имеет пустое пересечение. Поэтому слагаем какую-то равную нулю. Вероятность пустого множества это 0. Ну и ладно. Тем не менее, я утверждаю, что, конечно, можно написать вот так. А пересеченное с b1 плюс и так далее, плюс вероятность а пересеченного с bk. Ну, потому что b1 и bk образуют все амеры в свободности и попарно не пересекаются. Ясно, что свойство вероятности гарантирует нам возможность такой записи. Ясно? Если не ясно, лучше спросить. А то мы потом это применять будем, знаете, будет ничего не понятно. Нехорошо. А сейчас мы перепишем вот эти вероятности пересечения с помощью условных вероятностей. Это тоже бывает очень удобно. Можно вот так написать. А при условии b1 на вероятность b1 плюс и так далее, плюс вероятность а при условии bk на вероятность bk. Ну, это просто вот применили определение условной вероятности и получили такую сумму. Вот эта запись, вероятность а равняется этому, равняется этому, называется формулой полной вероятности. Перебираем все случаи. Сейчас я приведу пример, чтобы понятно, когда такие штуки естественным образом возникают. Вот давайте пример традиционно рисуется так. Есть две урны. Ну, урны я рисую вроде прям как урны мусорные. На самом деле имеются в виду урны для голосования. Так, по хорошему счету мотивировка, это была урна для голосования. В первой урне находятся два белых шара и один черный. Почему урны для голосования? Знаете, что белые шары это за, а черные шары это против. Слышали когда-нибудь такое, что голосовали шарами? Значит, два белых шара это два за, а черные шары это против. Ну, а в вторую урну, скажем, находятся два черных шара. Вот такая вот ситуация. Вот. Но выглядит это вполне себе как рюмка на сетку с мороженым. Давайте делать такую схему. Сначала из первой урны во вторую вытаскивается один шар наугад. Вытаскивается и перекладывается во вторую урну. А потом из второй урны снова извлекается один шар. И нужно найти вероятность того, что он белый. Например. Но мы же не знаем, какой шар мы перекладывали отсюда сюда. Но мы точно знаем, что есть два случая, которые, естественно, не пересекаются, а в свободности дают все возможности. Какие два случая? Один случай это то, что мы вытащили белый шар, а второй случай это то, что мы вытащили черный шар. Ну, давайте просто считать, что В1, это мы вытащили белый шар, а В2, это мы вытащили черный шар. Вот, собственно, мы разбили все пространство наших исходов на два случая. Из первой урны вытащен белый шар, и второй случай из первой урны вытащен черный шар. И теперь пользуемся вот этим форматом для записи формулы полной вероятности, вот этой строчкой. А событие А это что? Финальный шар белый. Вот это вот. Это интересующее нас событие А. Вероятность А хотим посчитать, да? Так, товарищи, чему равна вероятность В1? Давайте напишем. Чему равна вероятность В1? С какой вероятностью мы вытащим белый шар из первой урны? Две третих, конечно, да. А теперь смотрите, условная вероятность того, что шар окажется белым, коль скоро мы переложили белый во вторую урну, какая? Одна треть. Гениально. А теперь нам прибавить второй случай. Вероятность того, что мы вытащили черный шар, то одна треть, но если мы сюда его присвокупили, то белый мы не вытащим никогда. Поэтому вероятность вытащить белый в этом случае, она равна нулю. Ну, так я просто задачу поставил. Вполне могло быть не нулевое слагаемое, если я здесь белый добавил. Ну, все, у нас получается две девятых. Это ответ в задаче. И мы ее вполне себе решили. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.